Детское радио представляет Спортивная программа Все выше и выше и выше Всем привет! С вами Захар Спортивный комментатор Детского радио Вот как вы думаете, друзья мои Если у человека в рюкзаке лежит шлямбур Айс-фифи и еще кошки Вот каким видом спорта он занимается? Ну, ладно, подскажу Речь не о наших любимых пушистых котиках А речь идет о специальных приспособлениях для альпинизма Мой рассказ сегодня о бесстрашных и сильных людях Об альпинистах Альпинизм — это восхождение в горы Оно может проходить по каменистой, заснеженной Или даже ледяной поверхности Это настолько сложно, что без надежного снаряжения Альпинистам не обойтись И тут как раз нужны и кошки И то, что называется забавными словами Шлямбур и Айс-фифи Обязательно поясню, как они используются Но сначала сказка Давным-давно в Гималаях плескалось синее море без конца и без края Вокруг росли вечно зеленые леса В них жили диковинные животные И вот, как-то раз из морской пучины Поднялся страшный дракон с пятью головами Я уничтожу всю эту красоту Прорычал он Нет, ты не сделаешь этого Прозвучали в ответ звонкие голоса Это были пять фей Хранительниц этого края Вместе они победили дракона Заставили его вернуться в море Ну а чтобы он никогда оттуда не выбрался Превратили воду в камни и скалы А сами обратились в пять высоких гор-страшниц Одна из них Джамалунгма На этом сказка заканчивается И начинается быль Джамалунгма действительно существует И это самая высокая гора на планете Земля Второе название Джамалунгмы – Эверест Забраться на него мечтает каждый альпинист Но дано это не каждому Помимо гор Гималаев с их великим Эверестом Есть еще много вершин Которые манят к себе покорителей В Европе располагаются Альпы Горы, которые и дали название Такому виду спорта и активного отдыха Как альпинизм Когда идешь в горы Важно взять с собой все, что нужно И не взять то, что не нужно Да, Лера, это не поездка на дачу Положил себе вещи в машину И они в багажнике сами едут Альпинисты все на себе несут Нужна специальная одежда Нужен шлем Нужны альпинистские ботинки Если восхождение многодневное А на самых высоких вершинах Это всегда так Понадобится, конечно же, палатка И спальный мешок На Эверест люди взбираются от 30 до 60 дней А когда погодные условия особенно суровые И того больше В рюкзаках у альпинистов Специальное питание Прочные веревки Крепления Топорики И те самые кошки О которых я обещал рассказать У человека нет острых когтей Как у некоторых животных А во время восхождений Часто попадаются участки, покрытые льдом И вот, чтобы ноги не соскальзывали Прямо на обувь надевают кошки Это такие крепления с большими шипами-зубьями Они цепляются за лед, как ваша мурка за ковер И держат альпиниста Так, на ногах кошки А что же с руками? Как ими руками удержаться за скользкую поверхность? И тут поможет айс-фифи Это такая металлическая штуковина Она похожа на тяпку для огорода На конце у нее большой крючок Вот он-то как раз и впивается, втыкается в лед Берешь в каждую руку по такому крючку И взбираешься вверх, как настоящий человек-паук Шлямбур для альпинизма Это особый болт с петелькой Еще ее называют ухом В дырку, пробитую вручную прямо в скале Вкручивают шлямбур А через его металлическое ухо Продевают страховочную веревку Если альпинист вдруг поскользнулся То веревка его удержит Не даст сорваться В соревнованиях по альпинизму Оценивается высота, на которую забрался спортсмен Сложность пройденного маршрута И его протяженность В альпинизме много разных видов Один из них – скалолазание И он стал олимпийским О нем мы поговорим чуть позже А пока в свободное от учебы время Можно сходить на тренировку Для этого отлично подойдут физкультурно-оздоровительные комплексы Что по всей стране строит компания «Газпром» Если вас заинтересовал альпинизм Имейте в виду Это спорт, который требует Очень хорошей физической подготовки Так что айда тренироваться вместе С вами был спортивный комментатор детского радио «Захар» Всем оле-оле! Спортивная программа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин